привет это же не тимонова и все как у зверей программа о том кого люди такие и сегодня мы с вами поговорим о детстве детство это волшебное время когда ты ночью бежишь по коридору и счастлив что тебя не съели животные не смеются над этой шуткой и не потому что у них нет чувства юмора нет просто детство в дикой природе это действительно время таких серьезных и суровых испытаний что далеко не все детеныши его выдерживают и сегодня мы как раз поговорим про то каким суровым испытанием и каким опасностям они подвергаются пока не станут взрослыми о том какие хитренькие приемчики они разработали для того чтобы все-таки взрослыми стать и о том что же мы можем и наделали из старого доброго родительского инстинкта и красный пример замечательных первых детских воспоминаний первое что делает каждый жиросенок родившись это падает с высоты примерно два метра и вероятно это каким-то образом определяет свою дальнейшую жизнь тебя что в детстве мама уронила но а вас что и когда забеременной зеброй начинает гнаться хищник она может прямо на бегу родить то есть ну фактически абортирует своего жеребенка и он остается валяться на земле и собственно является жертвой этому хищнику а мама его спасает суткакав налегке таким образом и зебры целые и высытые и всего-то ценой жизни одного детеныша здорово быть детенышом мире животных правда кроме родной матери опасность для детенышей могут представлять родственники даже ближайшие там тетушки и все такое у общественных животных они достаточно часто являются источником инфантицида то есть убийство детенышей это случается у луговых собачек у крыс да что там крыс у наших ближайших родственников шимпанзе тоже такое бывает шимпанзе живут большими такими вот групповыми семьями все вроде как друг другу родственники но бывает что одна самка с детенышами убивает или по крайней мере старается убить детеныша другой самки на что вторую самку приходится бегать жаловаться доминантному самцу чтобы он как-то пошел и разобрался и причина безобразного поведения это конкуренция за ресурсы потому что это только мои деточки должны хорошо кушать а не чьи-то еще другой мотив детоубийства это генетическая конкуренция и тут в качестве злодеев выступают самцы самый конечно известный пример это львы то есть когда в прайде сменяется его глава когда старого льва куда-то убирают вместо него приходит новый первое что он делает это убивает всех любимых детенышей для того чтобы потом родились новые хорошие то есть от него и таким образом дали будущее именно его геном а не чьим-то еще а менее известный но еще более впечатляющий пример это крысы когда у крыс меняется доминантный самец и кто-то из самок при этом остается беременным от предыдущего самца то беременность просто рассасывается эмбрионы резорбируются потому что когда они родятся и новый лидер этого клана унюхает что это не его дети он все равно их убьет и поэтому ну зачем даром расходовать питательные вещества и пластические материалы ну а если ресурсов совсем уж мало то мать может съесть свое потомство и сама ну а действительно куда его еще все равно не выживет нет на животное конечно не всегда так цинично себя ведут есть у них примеры полного абсолютно самопожертвования когда защищая свое потомство они просто гибнут сами но на самом деле с позиции выживания вида это фейл потому что ну что будет с их детенышами без них самих они тоже погибнут и в итоге вот все умерли ведь как ни грустно для нас это звучит но в дикой природе жизнь взрослого здорового половозрелого животного всегда ценнее чем жизнь детеныша впрочем у нас тоже есть что-то подобное в переводе на человеческий это звучит сначала наденьте кислородную маску на себя а потом на ребенка вот у нас тут семейство козляток как вы уже поняли быть детенышем в волшебном мире животных это очень рискованное занятие потому что кто угодно тебя обидит и каким-то образом не хорошо повлиять на свою судьбу но дети были бы не дети если бы они не придумали разные способы к уращению взрослых и способы добиться от них такие того что им детям надо вот вот пришли мама его защищать но не особенно активно потому что они да если бы это была дикая природа мне бы тут уже надавали таких тумаков но это московский зоопарк и поэтому они тут знают что ничего такого особенного не случится ну потому что потискают и отпустят вот маленький детеныш овцы это воплощенный принцип бэби шейпа это вот как раз та магия которая которую используют все детеныши для того чтобы зомбировать просто нас несчастных взрослых смотрите все детеныши на свете выглядят схожим образом это такие вот немножко округлые очертания большая голова большие наивные глазочки да я рассказываю про вашего ребенка и вы никак не можете мне помешать такая особая грация движений такая вот немножко неловкая и запах все детеныши пахнут детенышами это вот тот самый есть запах чистоты он пахнет как дитя действительно у детенышей нет пока что феромонов взрослых животных и поэтому к ним отношения у других взрослых животных совсем другое кстати есть совершенно потрясающая гипотеза одомашнивания собственно как раз копытных есть версия что мы одомашнили их не изначально как бы считая что вот они нам пригодятся а просто охотились древние охотники на вот древних овец убивали их а детеныши оставались детеныши а детенышей убивать было невозможно потому что ну как ты убьешь то господи он такой милый ну и невозможно прекрасный он как раз активирует наше родительское поведение и поэтому древние охотники не в силах совладать со своей древней сентиментальностью просто уносили свое поселение и выращивали вот этих маленьких ягняточек козляточек теляточек поросяточек у себя в деревне потом такие ягнятки вырастали козлятки и поросятки и все прочее и выяснялось что а вообще полезно действительно скотину-то держать пламы мясо и молоко и вот так вот наш родительский инстинкт который запускается вот этими всеми релизерами родительского инстинкта в виде бэби шейпа и детского поведения подарил нам еще и домашних животных даже таких вот брыкливых и непокорных пошел ай ты же мой хороший ну расскажи как тебя тут обижали все против рассказали а мамы очень любят морковку а дети по-прежнему любят материнское молоко и отводить их от него бывает совсем непросто собственно и человеческим родителям и человеческим детенышем тоже знакома эта проблема как мы не стараемся порой спровадить собственных детенышей в самостоятельной жизни они продолжают удерживаться детячего поведения и оставаться жить вместе с родителями потому что это действительно очень выгодно энергетически но часто тактический выигрыш является стратегическим проигрышем поэтому детишки не сосискивайтесь с родителями и дети в самостоятельную большую жизнь и чем раньше вы это сделаете тем более интересной она у вас получится бывают действительно детеныши которые вьют из своих родителей веревки просто совершенно подчиняет их своей детской воле и это тоже выигрыш в тактике но проигрыш в стратегии потому что такое поведение если оно закреплено генетически передастся их собственным детям и их собственные дети будут выжимать их по капельке вот и таким образом справедливость будет восстановлена собственно поэтому мы любим наших внуков потому что они а там спят за нас нашим детям да и ваши тоже посмотрите какая радость у нас тут московском зоопарке родился детеныш черной антилопы в своей естественной среде в африке это очень редкий вид и уже практически близок к угрожаемому статусу но в москве они плодятся исправно каждый год и вот этому малышу уже три месяца и он в общем то может питаться сам может чипать травку но предпочитает по-прежнему чтобы его кормили из бутылочки и он конечно совершенно прелестный да ты совершенно прелестный я у тебя уже рожки растут и вот это вот очарование детенышей копытных она действует не только на сентиментальных людей но даже на жестоких хищников например в нацпарке самбуру где мы снимали слонов и жирафов там жила совершенно знаменитая звезда всего нацпарка лица коммуниаки так вот коммуниаки была известна тем что она усыновляла детенышей газелей притом матерей эти газели она сама собственно убивала и съедала а вот детеныша она начинала выхаживать выкармливать защищать вот видите мы видим один из элементов родительского поведения защитный вот мама сейчас всячески показывает что я тебе задам и ему говори что вот чужая тетя унесет нет не унесу конечно но рога у черных антилоп действительно очень серьезные собственно из-за них как раз они стали оооо да серьезные рога спокойно я рассказываю про твои рога они вырастают у быков до полутора метров так вот львицы коммуниаки к сожалению не неизвестна дальнейшая судьба вот этих вот газелят ей воспитанных потому что принципе газель который не боится львов обычно живет даже в нацпарке самбуру недолго ведь вот это демонстрационные выпады вот если сейчас не уйдет если сделать еще один дубль я тоже сделаю дубль класс ну ты очень грозно выглядишь а вот еще одна большая гордость московского зоопарка сычуаньский токин это очень редкий практически вымирающий вид который у нас размножает исправно каждый год и вот теперь валерий тоже бегает маленький маленький токинчик детеныши токинов настолько очаровательны что даже взрослые токины сохранять себе некоторые детские черты конкретно очень интересную такую адаптацию детскую очень часто детеныши различных капотных имеют реакцию замирания как ответ на опасность вообще это очень логично то что ты маленький беззащитный а твоя мама где-то далеко а тебе грозит к опасности то что тебе еще делать упасть и сделать вид что никакого тебя тут нету может и пронесет потом когда животные вырастают они меняют вот эту пассивную детскую реакцию на какой-то более активное деятельное участие в собственной судьбе все кроме токинов токин так и продолжает играть вот в притворяшку и если вы например внезапно выйдете из-за угла на токина когда у нас совершенно не ожидает он просто упадет на землю и будет лежать и не надеется что пронесет и говорят что они лежат настолько неподвижно в этом состоянии что вы можете даже на него наступить и похоже аналогичным образом сформировалась адаптивная реакция у например тургеневский барышни которые в случае чего всегда просто падали в обморок а вось пронесет а теперь посмотрим каким образом родительское поведение связано с одной очень странной человеческой чертой вы все знаете что мужчинам очень нравится слабые женщины но почему какой физиологический смысл в том чтобы демонстрировать мою слабость как это может пригодиться моим детям это было бы совершенно непонятно если бы мы не знали о происхождении этого поведения все дело здесь в экономии дело в том что природа как и всякая рачительная хозяйка никогда ничего не выбрасывает но зато может бесконечно перекрывать одно из другого и вот так вот лапы лягушки появились из рыбьих плавников плавники дельфина появились из ног пакицетуса акулии зубы появились из акулий чешуи а наша икота например возникла из рефлекса которым головастики перекрывают себе горло при дыхании жабрами и даже если мы скажем господи ну икота нам зачем вращительная хозяйка скажет ну а куда я ее дену подождите миллион лет другой может быть сама рассосется и этот принцип работает не только на физической структуры но и на психологически и притом работает даже лучше например из одной лапы у вас получится только одна ласта и лапа у вас больше не будет а вот из одного крепкого такого нажористого инстинкта у вас может получиться несколько производных инстинктов и при этом исходный тоже останется при вас и именно так получилось нашим мощным родительским поведением которые в просторечии как раз и называется родительский инстинкт а вот тут у нас пеликаны пеликан это знаменитый символ родительской самоотверженности потому что самец пеликана якобы выкармливает собственных детенышей собственной кровью вырывая у тебя из груди клочки мяса но на самом деле это неправда и мясо он не вырывает и кормит их не кровью да и родительское поведение гораздо мощнее не у пеликанов а у приматов вообще и у людей в особенности да наш родительский инстинкт самый мощный среди всех животных могу вас с этим поздравить а все потому что наши дети деточки наши у них очень очень долгое детство и нам приходится очень долго о них заботиться и единственный способ как мы можем не бросить это занятие на пол дороги это любить их любить как можно сильнее и вот чем больше и сильнее это родительская любовь тем больше у детенышей шансов выжить а если родителей будет сразу двое то его шансы повышаются тут же вдвое и вот для того чтобы привязать самца к самке в нашем случае уже мужчину к женщине на долгие годы природа рекрутировала наше мощное родительское поведение и скроила из родительского инстинкта романтическую любовь однако же не вы придумали использовать элемент родительского поведения в каких-то сексуальных целях что является главным родительским занятием на свете конечно же кормить а главным занятием детенышей это выпрашивать еду вот чем сейчас и занимается прекрасный месячный детеныш черного аиста вот это вот покрикивание и вот это вот веки вот крылья пошли это это он выпрашивает еду и конечно я ему не могу отказать потому что ты вот вау вау на камеру же работаем вот так чувствуете какая крупная конкурентная среда у них бывает в природе когда есть нужно мгновенно потому что если не съешь ты то съедят другие а те ничего не достанется да все детеныши в дикой природе очень хорошо кушают молодец все общество чистых тарелок так вот когда этот прекрасный маленький аист вырастет он будет точно таким же движением приветствовать своего партнера брачного потому что это уже превратится в элемент его брачного танца вот это вот выпрашивание еды это будет тот самый романтический поцелуй аистов который так вдохновляет поэтов деревенщиков и вообще кстати вы наверно и не знали этого но наш воспетый поэтами романтический поцелуй это как раз отголоски ритуала кормления рот в рот который приняты у всех птиц и умлекопитающих и это кстати та же самая причина по которой собака всегда норовит лизнуть вас точно в губы просто воспринимает вас своим детенышем и хочет накормиться так что простите если вы этого не знали но детеныши не только всегда голодные но и беспомощные и демонстрацию этой беспомощности тоже помогает включить родительское поведение ведь вот эту прекрасную полосатую гиену который лежит кверху пузом она лежит так сейчас потому что просто это пузо греет и выжаривает летним солнышком своих паразитов но вообще-то когда в процессе активной коммуникации одно из животных вдруг падает перед другим на спорту демонстрирует свою совершенно беззащитное брюхо это означает что она включается младенческий поведенческий паттерн и очень рассчитывает что вы будете обращаться теперь с ним как родитель то есть бережно заботливо ну или по крайней мере не будете на него нападать и обижать его так что если что в любой непонятной ситуации которую не можете разрушить просто падайте на спину и подставляйте беззащитное брюхо это должно обезоружить вашего противника наша программа очень любит дмитрия водейникова и не только потому что он один из очень немногих по-настоящему талантливых поэтов которые способны отличить докинза от дарвина и дарбышевского от добрыжанского но и потому что он со свойственной поэтом точностью способен выдавать очень интересные мысли по поводу тем нашей программы и вот сегодня тот самый случай воденников дмитрий борисович известный поэт и прозаик певец эллигического нарциссизма любитель эволюционной биологии живет в москве с переменным успехом воспитывает таксу жозефину тауровну она же чуня характер старый и толстый будда гаутама когда у нее родился первенец первое что сказал цепи наброшены и был совершенно прав потому что наброшенной степи это то что происходит с тобой когда ты перестаешь быть самим а становишься всего лишь нами теперь ты вечно следящий за своим детенышем взрослый экземпляр и это ужасно но это без вот это без вот это мне очень нравится ваша идея что вы сказали я понимаю что я говорю все что вы не хотите услышать нет по поводу того чтобы он начинает или говорить про животных что начинает охотиться питаться в том же ареале который по большому счету является твоим ареалом если перенести это на человеческую жизнь то он начинает охотиться жить в том ареале в котором ты еще предполагала жить быть молодым быть любимым быть желанным а ребеночек подрастает ему 18 лет а ты старый башмак да то есть дети это это конкуренты и вырасти им бедным детенышем в таких условиях когда они мало то что конкуренты они еще изначально слабые конкуренты и они никак не могут вырасти кроме как рекрутировав на собственное спасение самую великую силу которая вообще существует и мире и любую на самом деле ведь все декоративные породы собак они все похожи на недоразвитых взрослых особей да в отличие от сторожевых сторожевые вот те которые действительно осмысленные собаки да они как раз не похоже не похожи на волков на шакалов на кого угодно да некоторые даже на медведей я имею ввиду если взять большую собаку а все вот эти все это недоразумение которое болеет и тянет с тебя деньги еще что то они все как дитя понимаете ведь по большому счету если говорить уже про любовные истории то мы в себя в парах ведем как ну вы это понятно нет хотя я думаю что вы тоже мы ведем себя как паразиты манипуляторы мы сохраняем на свою детскость мы сохраняем и игривы и мы позволяем себе быть как будто маленькими не случайно в языке это и есть обращение маленький мой хороший мой нежный мой щеночек мой котеночек детки кружки и малыш да вот эти сюсюкающие отвратительные названия они по большому счету маркируют то что мы хотим из себя изобразить неправильность говорения нас умиляет непонятно по какой причине хотя надо вообще к логопеду давать да 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 я учил английское створение я полеглот учу его уже три недели никак не могу выучить и мне тут подсунули какое-то видео где ребенок девочка без зубов что-то там да все умиляются там миллион просмотров как я читаю никто не хочет смотреть это стихотворение ну я плохо не выкладывайте я бы выложил но я побоюсь что не никакого эффекта не будет вот это тоже поразительно смотрите здесь не только детскость а здесь еще и калечность потому что неправильная неспособность правильно артикулировать это калечность тетенька дайте кафетку понимаете несмотря на то что мы сейчас все очень жестокосердные но что-то у вас сожмется я боюсь что мы все люди которые имеют него небольших животных дома мы все по большому счету являемся отцами и матерями я очень не люблю когда в какой-нибудь сети там фб вконтакте если ты пишешь собаку тебе приходит вот папочка там меня прям два пальца потому что мне это вызывает раздражение меня торгает это этот папочка в отношении животного но по большому счету я ханжа потому что я работаю папочкой конечно раздражает у этого отвратительного маленького животных я работаю папочкой потому что я трачу на нее деньги я ее лечу я переживаю с кем она останется по большому счету да это в некоторой степени мой ребенок педоморфизма очень сильно на меня ее действует потому что мне очень жалко я уже сказал что мне кажется любовь она зиждется на жалость время очень быстро бежит она ускорилась и может быть поэтому мы никак не можем постареть понимаете мы не можем постареть потому что мы остаемся вечными детьми именно из-за очень сильно ускорившееся время мы не можем себе позволить закостенеть да потому что раньше костяной старик это было хорошо в этом была его ценность потому что он воплощенная традиция сейчас традиции умирают не успев родиться и поэтому должен быть постоянно живым из тебя должны постоянно лезть новые веточки а у вас трещина мира проходит сквозь сердце ой как и здорово сказано вот за это мы любим дмитрия воденикова потому что он вдохновляет нашу программу на здорово высказывания дмитрий спасибо вам спасибо был очень очень не последний раз а сейчас мы попробуем покормить малышей камышниц и куличков шелоклювок и посмотрим достаточно ли мы похожи на их родных родителей достаточно но наворачивать ой вы же мои хорошие вот так и получается что наши романтические чувства работают на старом но мощном движке родительского инстинкта и запускается с помощью демонстрации голода и слабости и поэтому взаимное кормление является таким важным элементом наших брачных игр и не наших тоже а влюбленные просто сходят с ума по слабостям друг друга именно потому что это напоминает им что все мы родом из детства в общем наша романтическая любовь как видите это гремучая смесь из родительского поведения и сексуальных позывов и именно об этом ваша любимая рубрика комикс атаку аку и а и 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 Вот как мы похожи не на взрослых обезьян, а на обезьяне-детенышей И строением черепа, и лицом, и главное, поведением своим Вот это вот любопытство, игривость, потребность узнавать новую общительность Они свойственны обезьянам, главным образом, в детстве А мы сохраняем все эти прекрасные способности на всю нашу долгую человеческую жизнь И это совершенно замечательно Потому что детство – это не только время повышенного риска Когда мы бестолковые и беспомощные Но и период нашего интеллектуального роста и развития наших творческих способностей Собственно, того, что и делает нас людьми И скажите за это спасибо нашему внутреннему детенышу А с вами было «Все как у зверей» Пока!